Вашу позицию по мафам хотелось бы узнать, либо наша, я вот не успела зафиксировать, как вы голосовали, что по поводу протеста прокурора, который был предоставлен, вы за то, чтобы оставить решение как есть, то есть не убирать мафы от торгового центра, или вы все-таки за то, чтобы убрать ее? Мы за то, что разработана схема, которая упорядочена через разрешение мафы, поэтому мы за то, чтобы эта схема оставалась действительной. Потому что люди уже начали работать в соответствии с этой схемой, получают разрешение на торговлю. На мой взгляд, чем менять как-то, лучше оставить так, как оно есть. Тем более мы к этому решению шли не один месяц, и очень много спорили, как правильно их там разместить. То есть эти мафы, они как бы остаются в зоне торгового центра по той схеме? Они остаются согласно той схеме. Вы обсуждали это в вашей фракции? Как у вас было ли разделение голосов? Потому что мы видели сегодня, что люди голосовали по-разному. Хорошо. В фракции обсуждали. Вроде мы пришли к единому мнению в процессе обсуждения, что все-таки стоит оставить так, как уже принято. И это и мое личное мнение, что сильно много сил было в свое время положено. Но на то, чтобы решить, как правильно разместить и вообще размещать или нет. Андрей Викторович, политический вопрос. На сегодняшний день в партии региона достаточно сложная ситуация. Вы как для себя оцениваете? Вы будете оставаться в южницкой организации партии региона? Или будете думать о том, чтобы сменить, может быть, партийные принадлежности? На сегодня у меня нет оснований считать, что партия региона в нашем городе делает что-то неправильно, за что можно было бы стыдиться. Ну, к местным выборам будете готовиться каким-то образом? Есть такое предположение, что они будут раньше 2015 года? Я не знаю, когда будут новые местные выборы. Давайте мы об этом поговорим ближе к ним. А на президентских кого будете поддерживать? Я еще не определюсь. Хорошо, спасибо. Держи Александровна, хотелось бы вас спросить по поводу ситуации с МАФами. Вы голосовали за то, чтобы принять решение прокурора и пересмотреть схему. Почему у вас такое решение? Мы обсуждали этот вопрос на комиссии и считаем, что подход должен быть ко всем одинаковым. Если убирать, то надо убирать всех. Поэтому мы поддержали протест прокурора, но, как вы видите, результата нет. Ваше мнение по поводу вообще вот этих МАФов и как с этим в городе должна наводиться работа? Я абсолютно согласна с Владимиром Николаевичем, что в городе должно быть красиво. И то, что ставят, не взирая на окружающий мир, будем так говорить, на дома, которые там строятся, и оно там как сбоку припеку называется, а тем более продажа рыбы в центре. И если там на рыночке тоже, мне говорят, там рыбу продают, но там как-то она в закоулочке, и ветром оттуда такой запах не выносит. А здесь, когда стоит прям буквально впереди, то я считаю, что там этой рыбы не должна быть. Вы представляете еще общество защиты прав потребителей, правильно? И наверняка много жалоб к вам приходит и по этому поводу. В прошлом году, летом, зимой как-то люди не жалуются, потому что, видно, не раздражает так людей, поскольку оно там более-менее закрытое получается ситуация. А летом, когда начинается вот эта жара, и когда вот эти запахи распространяются по городу, то неоднократно и ко мне обращались люди, и зампредседателя Михайловой обращались люди, и говорят, до каких пор вот это в центре города будет. Как вы считаете, почему возникают такие ситуации, когда у нас, ну, вроде бы до абсурда доходит, что рыбой, мясом, какими-то такими продуктами можно торговать в центре, и вот сегодня даже решается вопрос о том, прокурор даже просит о том, чтобы это убрать, а у нас этот вопрос не решается. Он не убирается. Да. А говорится, это человеческий фактор. Если некоторые считают, что это не раздражает других, то и голосуют так, как они считают. Ну, у нас примеров много, не только по рыбе, и по политике, и по всему, потому что люди разного мнения, и все-таки более правильный, ну, правильное решение, это решение большинства. И как раз вот эта вот, та рыба, она мне очень не нравится, она раздражает других людей. Но некоторые, даже во время наших рейдов, вот по защите прав потребителей, подходят люди и говорят, ну, не трогайте, нам очень удобно, что мы идем тут мимо и покупаем. Хотя это же абсолютно неправильно. Смотрите, торговля с земли, торговля без проверки ветеринарной службы, без проверки санитарной службы. Это же все чревато, до поры до времени, но может потом, так сказать, стрельнуть где-то, особенно в летний жаркий период, это чревато эпидемиями. Ну, народ так считает. Народ всегда должен получать то, с чего он хочет. Спасибо. Здравствуйте, а можно у вас интервью взять? Скажите, пожалуйста, вот мы вас редко видим на сессиях, вот в последнее время часто стали видеть. А почему вас так долго не было? Я есть, принимаю участие и в комиссиях, и в работах фракции, но, к сожалению, не всегда получалось присутствовать именно на сессиях. Хотя мои мнения учитывались, и работа велась, в принципе, она ведется постоянно. К сожалению, работа на данный момент поглощает все время рабочее и свободное. Ну, к сожалению, так. У вас не бывает разногласий со своими коллегами по фракции, особенно в свете последних политических событий? Конечно, бывает. Конечно, бывает. Ну, слава богу, за столько лет проживания здесь и знания всех в лицо, и знания меня, ну, кто-то учитывает эти разногласия, кто-то воздерживается, ну, кто как. Вот. Ну, по крайней мере, собственное мнение иногда приходится отстаивать и во фракции, и на сессиях. Ну, по-разному. А как вы относитесь вот к тем выпискам из протокола, которые раздаются депутатам фракции партии регионов с прописками, как и за что голосовать? Вы поступаете так, как там написано? Либо вы... Кому-то раздаются, кому-то не раздаются. Кто-то их принимает, кто-то имеет собственное мнение. Это никоим образом не является главенствующим решением, принятым на фракции. У каждого в любом случае есть собственное мнение, которое либо озвучено в работе, либо не озвучено, и это не является догмой для решения, для принятого решения на сессии. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, ваши выводы после сессии. Какие вопросы вы хотели донести, были ли они услышаны, когда вы выступали? Ну, сессия, как вы все видели, прошла более-менее конструктивно, но все-таки, наверное, вопросы тишины нашего города, ну, это немножко было завышено. Все-таки напряжение в городе есть, наши жители ездят на блокпосты, дежурят и так далее, и напряжение в городе есть. Поэтому такое успокаивающее, это хорошо со стороны мэра, но все-таки надо понимать, что у нас сейчас военное положение в стране и, наверное, в нашем городе тоже. Вы сами занимаетесь, вот этими вопросами с блокпостами бывали там? Да, да. Я выезжал, и члены нашей партии выезжают туда, дежурят. Вчера наши два хлопца там дежурили. Смотрите, одна из ваших коллег, депутатов от БЮД, Оксана Тенкиф, она заняла должность, да, директора коммунального предприятия Южинска Полянецца. Как вы, будете ли вы как-то помогать, как-то это будет влиять, вот, политическая принадлежность может на... Я хочу сказать, что Тенкифа Оксана Васильевна никогда не была в партии Батькищина, поэтому говорить, что она член нашей партии, не надо, она не член нашей партии. То, что она пошла директором коммунального предприятия Полянецца, ну что, я могу ей помочь только рецептам хлеба. И не больше. То есть она не была сегодня в вашей партии? Нет, она никогда не была. Почему говорят, что она в Батякищине? Ну, не знаю, наверное, может быть, это накладывает отпечаток, что мы когда-то работали вместе в Курту и Южин. А, не понял. Потому что были такие... Нет, нет, она не была сегодня в партии. Скажите, по поводу МАФов, ваше мнение, что вот, по поводу МАФов, которые расположены в центре, было принято сегодня решение не принимать позицию прокурора? Ну, вы понимаете, есть, да, есть протест прокурора. Естественно, протест прокурора основывается обязательно на какой-то законодательной базе. Просто так прокурор писать не будет. И то, что сегодня депутаты нарушили закон, не поддержав этот протест прокурора и оставив у нас эти уродливые формы в центре города, ну, я просто хочу посмотреть на тех депутатов, которые придут летом и понюхают, чем будет в центре города пахнуть наш город. А как вы думаете, почему вот такая создается ситуация, что, в принципе, все понимают, что это незаконно торговать рыбой, торговать такими продуктами, которые должны проходить санитарную обработку, в центре города, в неустановленных местах. И депутаты оставляют это решение за собой. Вот почему такая ситуация у нас происходит? Потому что это чистейшие виды коррупция. Когда один человек, которому было когда-то дано право на право размещения, давать размещение точек этих, сам единолично решал, можно или нельзя. И причем решал так. Симпатичен человек, сделаю, разрешу. Несимпатичен, не разрешу. Ну, естественно, было влияние руководства города о том, что как к этому вопросу поступать. Вадим Петрович, смотрите, вы сегодня часто поднимали вопрос о том, что при строительстве каких-то новых объектов, чтобы средства были направлены на развитие социальной инфраструктуры от этого предприятия. Вы как-то контролируете эти моменты? В принципе, были ли направлены эти средства от того же строительства Дельта Вилмара завода, от строительства супермаркета 33 квадратных метров? Вы вот эти моменты контролируете? Значит, мы вчера на нашей комиссии эти вопросы поднимали, но мы получили ответ, что эти вопросы контролирует финансовое управление и, ну, наверное, если очень захотеть давать депутатский запад, наверное, какой-то ответ будет. Но я сомневаюсь, что он будет правдивым. Поэтому, почему я неоднократно поднимаю этот вопрос? Потому что действительно, вокруг у нас строятся большие предприятия с мощными финансовыми потоками, а город от этого имеет только благодарность, главы Купадьяка. Хотелось бы, чтобы это выражалось не только в Купадьяке, но и в каких-то финансовых вливаниях, инвестициях в город, либо выполнение каких-то работ, которые необходимы для города, там, постройка новой, на первом районе у нас там водонасосная станция уже устаревшая. Поэтому это все нужно строить. И нужно привлекать вот такие компании, чтобы они участвовали долево вот в этих вот мероприятиях. А у нас просто пока все в таком состоянии да, хорошо, да, хорошо, да, хорошо. Ну, вот и все. Поэтому, я говорю, что очень трудно отследить, есть ли какие-то пополнения в бюджет города вот таких предприятий. То есть доступа к документам? Ну, прямого доступа нет. Ну, конечно, можно через депутатский запад эти материалы получить. Но, опять же, вы понимаете, для того, чтобы это делать, нужно, чтобы специалисты в этом разбирались и понимали. Просто так, ну, напишут цифры, что да, наверное, да. Опять же, куда пошли эти деньги, как они были использованы, будет тоже очень сложно. Именно эти деньги, не взагалите, которые у нас есть на счету, а вот именно целевые. И хотелось бы, чтобы такие деньги, которые будут поступать инвестиционные, они были бы целевыми. Чтобы было конкретно назначено объект, куда он пойдет. Не просто куда-то, куда мы решим, а вот на этот объект. Именно такие объекты, которые нужны городу. Спасибо большое. Какой слух в городе Южном ходит, что вы будете возглавлять партию Порошенко, местную, Южницкую? Это правда? Ну, так ли это? Как я могу возглавлять партию Порошенко, если я возглавляю фракцию партии Регионов? Ну, в будущем, что якобы вы планируете возглавить? Нет, таких планов нет у нас в партии Регионов. Я, к сожалению, меня в партию Регионов принимал Геннадий Александрович Савельев. И уволить меня из партии сможет только он. Так что я... Вы остаетесь верны. Остаюсь при своих интересах и буду в партии Регионов до тех пор, пока она будет существовать. Хорошо, спасибо большое. А еще хотелось бы узнать у вас... Вы как глава фракции, так я понимаю, правильно? Руководитель фракции. Руководитель фракции, извините. Вы кого поддерживаете, будете поддерживать на президентских выборах? Уже скоро президентские выборы. Есть несколько кандидатов от партии Регионов. Вы обсуждали этот вопрос? Кого вы будете здесь в Южном представлять? Пока мы еще этот вопрос не обсуждали, но будем, так сказать, избиратели наших нацеливать на логичную кандидатуру, которая способна сделать какие-то действия в нашей стране, чтобы навести какой-то, скажем так, более-менее экономический порядок. Поэтому и Порошенко, и Терепко – это те кандидатуры, которые имеют за своими ключами опыт производства и финансовой деятельности. Поэтому, в последовательности, мы все-таки будем склоняться к этим кандидатурам. Но дальше посмотрим, как будет руководство партии Регионов рекомендовать, чем нам заниматься конкретно кандидатами от партии Регионов. Пока еще мы этих вопросов не принимали и не обсуждали. Я поняла вас хорошо. В плане дальнейшей деятельности партии здесь в Южном у вас нет какого-то раскола, как вы по всей стране, и во всей стране мы наблюдаем. Есть ли у вас такие моменты, что кто-то хочет выйти? Мы сегодня были на сессии и слышали, что сказал мэр. Слава Богу, у нас депутаты наши никогда не политизировали обстановку города. У нас всегда преобладал направленность на достижение порядка, на развитие города, на внедрение новых, так сказать, производств, на привлечение субсидий. Мы никогда не политизировали. Поэтому раскола, в связи с тем, что у нас не политизирована фракция, и депутаты в конечном итоге оказались не политизированы. Поэтому у нас никакого раскола не просматривается, не предусматривается. Но даже если будет какой-то раскол, то мы это примем спокойно, нормально, потому что для нас все-таки основная задача – это развитие города. Как вы относитесь к ситуации в стране, то, что сейчас происходит вокруг, как вы относитесь к тем призывам к федерализации, которые сейчас звучат на Востоке, и к тому, что какие меры принимает наше правительство по устранению этих массовых организаций? Ну, вы понимаете, как тот бардак, который сейчас происходит в стране, я имею в виду с экономикой, с бюджетом, с работой всех финансовых органов, он, прежде всего, сам уже напрашивается, с этим философизм, что для того, чтобы заработала экономика, нужна помимо экономических реформ, нужна еще и десентрализация. Вы сегодня слышали, что сказал мэр на сессии, что у нас на счету целый годовой бюджет, делать мы не можем. Если бы, так сказать, в условиях, то, чего добивается сегодня на Востоке, то, что ставят уже и правительство, этот вопрос о децентрализации, если бы была экономика децентрализована, то есть не было централизации отчислений всех налогов на центральный бюджет, то у нас на счету были бы эти деньги, мы могли бы ими распоряжаться. Поэтому децентрализация – это единственное, так сказать, мирное, спокойное спасение государства от того бардака, который сейчас происходит во всех сферах, я не буду называть конкретно, потому что в принципе во всех сферах. Но на Востоке требуют федерализации, не децентрализацию. Децентрализацию нам обещают всем. Децентрализация? Ну что такое федерализация? Вы знаете, что такое децентрализация? Конечно. Ну скажите, чем отличается федерализация от децентрализации? Я вас страшна. Федерализация – это предоставление автономии. Нет. Абсолютно нет. Ну как же, есть разные, вообще в разных странах федерализация происходила по-разному. Ну в принципе. И в каждой стране федерация имеет свое определенное значение. В Российской Федерации – это одно, в Америке – это совершенно другое. Ну я вас спрашиваю определение федерализации. Так чтобы сказать, как я бы это объяснил, федерализация – это та же децентрализация. Но только пик децентрализации. Есть федерализация. Потому что при помощи федерализации в рамках одного государства люди могут защитить, образно говоря, свою веру, свою душу, даже свой язык. Потому что в рамках… Но так же и отделиться, правильно? Нет. Федерализация нет. Это деферент, контр, это контрфедерализация. Ну это следующий этап. Нет. Если в рамках государства, почему у нас этого не происходит ни в Штатах, ни в Германии, ни в Австрии. Они формировались изначально по-другому. Понимаете, децентрализация – это очень хорошо. Очень хорошо и своевременно, если они сейчас к этому приступят. Если дойдет вопрос до федерализации, то в этом ничего страшного нет. Просто люди защищают свои земли от вмешательства, именно интеллектуальной вмешательства. Ну это ваше мнение. Мы его слышали. Спасибо. Да, пожалуйста.